Всем привет! С вами Наташа Беларусь и я рада видеть вас на своем канале. Девчонки, у меня здесь вот такая вот огромная коробка новинок от белорусских производителей. Люксиза, Шрило, Белита. Я всю эту косметику уже в принципе протестировала и расскажу вам свое мнение. Опять же, хочу услышать от вас внизу в комментариях, на что из этого вы бы хотели отдельный обзор и что из этого вам интересно, а что не трогает вашу косметическую душу. Вот вообще прям и неинтересно совсем-совсем-совсем. Также все продукты, которые я сейчас буду показывать, есть в магазине косметикс.бай. Я не раз вам уже рассказывала об этом интернет-магазине. Девчонки, это белорусский интернет-магазин, который отправляет косметику за границу. Огромное количество стран, это Россия, все бывшие страны СНГ, Европы, не только Европы, там Израиль. Если вдруг вы живете в какой-то другой стране, которую я не перечислила, я оставляю вам ссылку на этот сайт, оставляю вам ссылку на все продукты, которые я сейчас вам буду показывать. Пишите им в службу поддержки, вам все четко расскажут. На какую сумму нужно сделать заказ, чтобы доставка была бесплатная. Что, как, куда, зачем, вам все расскажут и подскажут в этом интернет-магазине. И уже огромное количество девчонок заказали по моей рекомендации из этого магазина. Все очень довольны. Доставка была быстрая, все было качественно упаковано. И вот тут у меня еще вот такая вот маленькая красивая коробочка. Давайте, наверное, я с нее и начну. В коробочке у меня новинки от Люкс Визаж. Первая вот тут вот сверху три лежат у меня подводки. На эти подводки у меня уже есть отдельное видео, поэтому долго останавливаться на них не буду. Если вдруг вы не смотрели, обязательно посмотрите. Мне очень запала в душу та версия, которая водостойкая. Я, честно, от подводок жду именно стойкости, прям железобетонной стойкости. Мне не нужна какая-то очередная посредственная такая легенькая подводка. Мне нужно то, что будет держаться, знаете, что мне день, что мне зной, когда моя водостойкая подводка со мной. Поэтому мне понравилась именно водостойка Верти. Она на самом деле стойкая. Она дает сразу такую красивую пудровую матовую линию. Плотную, которую, знаете, не надо 10 раз там води, води, что-то такое полусеренькое, невнятное. Там сразу такая красивая, четкая линия черная. Поэтому, если вдруг не смотрели видео, то обязательно посмотрите. Ну и, конечно же, вы могли заметить, что у меня здесь расширенная линейка лаковых помад. Я буду называть этот продукт именно лаковыми помадами. Это Glam Look Lip Cream Velvet. Здесь раз, два, три, новых восемь, семь, новых семь оттенков и семь шикарных нюдов. Есть какие-то очень светлые, легкие нюды, есть более яркие, более интенсивные. Сейчас я вам покажу все эти свочи крупным планом. Мне очень нравится эта лаковая помада. Не просто так я называю этот продукт именно лаковой помадой. Девчонки, ой, я так показываю вам, да, нихрена не видно. В общем, эти помады, они, знаете, часто такие блески, они мало пигментированы, либо они супер липкие, некомфортные на губах. Этот продукт, он очень пигментированный. Он дает невероятно красивый зеркальный, реально такой зеркальный блеск на ваших губах. И губы смотрятся супер красиво, сочно, да еще и плюс семь новых оттенков, которые подойдут абсолютно всем. И среди этих семи цветов явно каждая из вас, каждый цветотип, каждый оттенок кожи сможет найти идеальный лаковый нюд на каждый день. Далее у меня в этой коробке вот такая вот новинка. Это новый тональный крем от Белита. Я уже, я не знаю, я, наверное, прожжала вам уши своей любимой тональной основой Pro Luxury. Это лифтинг, крем лифтинг с гиалуроновой кислотой. И тут мне пришли вот такие вот штучки на обзор. И я такая думаю, у меня жирная кожа, надо-ка посмотреть, что же у нас там будет. Это Matte Liquid Powder, жидкая пудра для лица и разные оттенки. Здесь еще SPF 15. И вы знаете, этот тон как-то не вызвал у меня такого дикого восторга, как мой любимый Pro Luxury. Вот совсем не вызвал. И вообще он у меня, знаете, получил какие-то смешанные отзывы и чувства в моей душе. Потому что как-то у него, во-первых, ноль первый оттенок фарфоровый. Он вообще не фарфоровый. Он достаточно темный, знаете, на такую подзагорелую девушку. Можно так сказать, даже не на просто светленькую, не говоря уже там о молочном цвете кожи, а на загорелую девушку. Вот сейчас он мне, в принципе, еще кое-как подходит. Но еще пара недель пройдет, посмоется мой загар, и этот оттенок мне не будет подходить. Плюс он очень еще сильно окисляется, он фиксируется. Невысокая какая-то степень покрытия. Знаете, в общем, какое-то невнятное у меня впечатление, но я от него не в восторге. Вот здесь вот у меня лежат продукты, которые у меня сейчас на губах. У меня оттенок 317. И это новые блески для губ от LELO с блестками. И это непростые блески. Это блески, которые меняются оттенок и приобретают цвет на губах после соприкосновения от вашего PH. 317 оттенок EIRIN твой цвет. Это больше такой персиковая теплая нотка. И 316 линси твой цвет. Это более такая холодная розовая. Сразу имейте в виду, что они будут окисляться больше конкретно вот в эти оттенки. У меня на губах, как я и сказала, 317. Очень красивый такой. Он прозрачный, на губах становится еле-еле, знаете, такой легенький персиковый потон. У меня просто карандаш сейчас на губах. Но мне вот нравится этот. Но когда я делаю холодный макияж, тогда я больше предпочту именно розовый. 316 цвет. Классные блески. Опять же, дает красивый лаковый финиш. Ну, я думаю, вам сейчас все прекрасно видно. И много-много-много меленьких блесточек. Сейчас в этом сезоне опять модно такие продукты. Поэтому однозначно обращайте внимание на LELO. Вот такой вот у меня здесь праймер. Опять мат-ликвид-паудер. Жидкая пудра. Это, я так понимаю, та же самая линейка. И вот эта вот вещица мне больше понравилась, чем это дальняя основа. Пользоваться ими двумя, ну, я не вижу вообще никакого смысла. Потому что они делают, в принципе, одну и ту же функцию. У них такая, знаете, силиконистая текстура, которая как затирает поры слегка. Вот этот праймер, если у вас жирная кожа, если вы давно искали праймер, который будет увеличивать стойкость вашей тональной основы, то можете обратить внимание, такой прям стойкости от него, что она там на 10 часов увеличит стойкость прям самой текучего тона. Нет, такого не будет. Но слегка часа на 3, ну, на 3, может быть, часа на 2, на 3 эта штучка увеличит стойкость вашей тональной основы. Также у меня, кстати, здесь есть еще и праймер Perfect Aqua Prime. Это уже увлажняющий праймер от Lilo. И вот эта вещица, я еще пока не заглядывала, есть состав. Если вам интересно, естественно, пишите внизу, я сделаю вам обзор. Но по первым впечатлениям я делала с помощью этого праймера. Я была на корнере Lilo у нас на открытии магазина. Не на открытии, а просто на акции магазина, сделали бесплатные макияжи. И я нескольким женщинам при возрастном макияже использовала этот праймер. Он отлично увлажнил кожу. Кожа, знаете, она такая слегка выровнялась после него. И она стала подготовленная. Даже возрастная кожа, на возрастную кожу тон лег хорошо с помощью этого праймера. Поэтому, да, вот этот праймер мне понравился и произвел, в принципе, приятное впечатление. Буду дальше тестить, естественно, вам расскажу. Два новых кремовых хайлайтера Pro Luxury от Belita. Розовенький и золотистый. Что могу сказать? Вы знаете, если у вас нет ни одного кремового хайлайтера, то, в принципе, может быть, да. Лично, как по мне, не знаю, я особо не влюбилась в этот продукт. Он неплохой. Сказать, что он плохой, нет. Он неплохой. Но такого, чтобы, знаете, он давал вырви глазного сияния, нет. Чтобы он давал чистый такой прям влажный-влажный, красивый финиш, опять же, нет. Плюс этот хайлайтер, он, знаете, есть такие хайлайтеры, которые не смешиваются с тоном и так красиво лежат. Этот хайлайтер имеет тенденцию смешиваться с тоном. Поэтому, просто учитывая то, что у меня много уже кремовых хайлайтеров и тоже бюджетных, и есть очень-очень крутые. Именно поэтому, скорее всего, мне этот хайлайтер особо не зашел. Ну, знаете, не то, что не зашел. Он неплохой, но ничего впечатляющего. В магазин я не побегу, когда у меня закончится этот хайлайтер, да, за второй упаковкой. Но и сказать, что он прям вообще отстой, что он очень плохой, он дает, в принципе, неплохое свечение. Это не крупнейшие пахабные блестки. Ну, как-то вот так. Вот такие легкие смешанные у меня чувства. Далее из новинок. У меня здесь еще вот такой вот спрей-фиксатор от Белиты. Для макияжа. Фиксирует макияж, освежает и увлажняет кожу, устраняет излишки на пудренности, не содержит спирта. Да, в принципе, сразу по тому, что нам заявил производитель, понятно, что эта штучка будет подходить больше для обладательств сухой, нормальной и возрастной кожи. Такой спрей-фиксатор, не все спрей-фиксаторы, кстати, многие думают, что спрей-фиксатор фиксирует макияж, да, и продлевает ему жизнь. Нет, девчонки, не все спрей-фиксаторы фиксируют, да. Вот эта вот штучка, она больше именно смешивает вам вот эти вот все слои пудры, которые вы наносите, да, освежает макияж. И особенно если у вас сухая кожа, тогда вам вот эта вещь будет подходить, да, она не будет пересушивать вам лицо, а дополнительно вам поверх тона увлажнять. Если у вас сухая кожа и вы, в принципе, давно искали подобный продукт, то можете попробовать. И из новинок, которые я вам еще, ой, еще там у меня два карандашика классных, два карандаша от Белиты для бровей. Это автоматические карандаши, мне понравились карандашики, они дают приятную пудровую такую линию. Единственное, что здесь достаточно плотный грифель, имейте в виду толстенький, да, он такой тоненькую линию или волосочек, вы, естественно, таким карандашом не прорисуете. Но если вы чаще всего больше именно заполняете бровь, тогда да, вам понравится. И они не рисуют сразу, да, такой жирной, восковой, да, вот этой вот такой линии, которую потом сложно растушевать и растушевывается она пятнами. Нет, они дают сразу красивый пудровый финиш. Это карандашики, опять же, про лакшери, пудровый карандаш для бровей. Ну, собственно говоря, он у нас так и называется. И два последних тональных средства, это алоэ BB крем и персшайн жемчужная кожа. Алоэ мне не зашел, увлажняющий BB флюид вообще не зашел, потому что у него очень-очень-очень легкая степень покрытия. И он липкий, он не просто увлажняющий, он прям такой липковатый на коже. У меня кожа склонная к жирности, у меня она комбинированная, иногда даже жирная. Поэтому вот такая вот вещь на моем лице не держится вообще, и она не смотрится. Знаете, у меня просто реально, как будто я салом намазалась жирный блин на лице. А вот эта вот вещь, персшайн жемчужная кожа, BB крем сияние, мне зашел больше. Он, в принципе, на коже точно так же достаточно увлажняющий, но не настолько жирно сияющий, как от алоэ. Плюс, он настолько красивый, у него в составе мельчайший-мельчайший шиммер. Он очень красиво подсвечивает, особенно если у вас возрастная кожа. Если у вас, знаете, такой серый, блеклый цвет лица, такой, знаете, вот в городском типе часто такой оттенок кожи, вот такая вот штучка будет очень круто подсвечивать вашу кожу, рассеивать вот этот вот цвет. И да, степень покрытия у него тоже невысокая. Если на этот тон слегка нанести консилер, на те зоны правильный консилер, где вам надо что-то скрыть, с этим тональным кремом у вас будет очень красивый, естественный, подсвеченный дневной макияж, который вообще не будет вас старить. Так, девчонки, сейчас я проверю, все ли я вам здесь показала из новинок, потому что здесь есть и не новинки, не новинки я вам уже показывать не буду. В общем, вроде, кажется, я все вам показала. На что из этого конкретно вам интересен отдельный обзор, обязательно пишите мне внизу, и что вам не интересно вообще. Всем спасибо, пока-пока!